Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас вновь видео спасения старых лошадок, которые разработчики удаляют из StarStable Online. Поэтому вновь прибыв на рынок Фердинанда, где собственно и стоят все наши старые модельки первых, полторашных и вторых поколений, мы будем спасать две породы. Вторые, они кстати вам могут быть знакомы, это Аполлуза и Пейнт Хорсы на модельке Квотор Хорсы. Раньше у нас еще были такие квотеры, но их уже разработчики удалили из игры. Но не переживайте, мы их тоже спасли, и они стоят у меня в конюшне на данном аккаунте. Если вы не смотрели это видео, переходите по подсказке в правом верхнем углу экрана и смотрите, как мы спасали Квотор Хорса. Так, ну давайте же начнем. Аполлуза второго поколения была, по-моему, тоже одна из первых лошадей вторых поколений. Отличалась особой мастью, две вот такие масти. И почему-то ее записали как в отдельную породу Аполлуза. Да, раньше много мастей нам не делали, их могло быть две или три на всю породу. Моделька очень старенькая, но тем не менее, давно любима большинством игроков, особенно тем, кто участвовал в чемпионатах. Потому что данная моделька, насколько я помню, в какой-то момент являлась самой быстрой за счет ускоренного прыжка. Вот такая вот модельчика. Очень уже старенькая, понятное дело. И поэтому ее убирают. Сила 2, дисциплина 2, скорость и выносливость по 0, гибкость 2. Не самая гибкая лошадь, но тем не менее, подходящая под старый Вестон. Гриву мы, конечно же, менять не будем. Мы за ее первоначальный внешний вид, по-моему, вот такой вот. Очень странно, тут как бы два варианта. И они, по-моему, одинаковые. А нет, они чуть-чуть отличаются и стоят от цены 19 старкоинцев. Но нет, мы ничего не менять не будем. Данная лошадка стоит 225 старкоинцев. Поэтому давайте же мы выберем, кто это у нас будет. Данную масть я хочу сделать кобылой, взрослой. Хотя, знаете, пожалуй, в кои-таки веке сделаю пожилую. Не знаю, почему вот такая вот масть как-то на пожилую. Меня больше ассоциацию дает. Так, длинноногая. И как же тебя назвать быстренько? Так, на букву П приправа. Длинноногая приправа. А знаете, действительно подходит. Как будто перец и соль с мукой рассыпаны на дереве. Длинноногая приправа. Мне нравится. Продолжаем рубрику. Странные старые имена для лошадей. Итак, пожилая кобыла. Длинноногая приправа. Очень странные все-таки имена. Мне нравится. Покупаем 225 старкоинцев. Здравствуй, стар... О, персонаж у нас, конечно, сейчас не в самом лучшем билстыне. Здравствуй, старушечка. Погоди, почему у тебя такая грива? Она такая и должна быть? Или я все-таки случайно оплатила другую гриву? Да вроде бы нет. Конечно же, мы отправляем тебя в конюшню. И покупаем следующую масть. Вот такая вот, очень странная. Вроде бы и прикольная, но вроде бы и странная. Конечно же, раньше у нас масти были зеркальные с двух сторон. То есть они были... С какой стороны не посмотришь, это одна и та же лошадь. Так, масть мы тоже не меняем. Выбираем. Это у нас будет жеребец. Взрослый пусть будет. Так, я хочу как-нибудь по-другому назвать. На букву М, может быть. Или М. Покопавшись, я решила называть его Космический порыв. Слишком много, на самом деле, имен для кобыл больше. Мне это не нравится и приходится как-то выкручиваться. Вот, поэтому взрослый жеребец, Космический порыв. 225 старкоинцев, не меняли ни прическу, ничего. Тоже покупаем и спасаем. И тебе здравствуй, старичок. Наверное, все-таки тебя тоже нужно было сделать пожилым. Смотрите, у него даже вот на самом краю мордочки есть маленькие белые пятнышки. Отправляем тебя в конюшню на заслуженную пенсию, на заслуженный отдых. Так, ну что ж, с Аполузой мы закончили. Теперь спасаем Пейнт Хорсов. Здесь мастей уже побольше, но одна масть у меня в конюшне уже имеется. Вот такая вот, пега серая, наверное. Когда-то я ее купила, и она мне вообще не нравилась. Она была самой моей нелюбимой мастью. Но спустя года я как-то привыкла, и сердце мое оттаяло. Сейчас я очень даже люблю эту масть. Она мне кажется очень такой милой и нежной. Так, ну начнем с рыженького. Я думаю, что это будет кобыла. И по-моему, я на всех аккаунтах делаю эту лошадь кобылу. Так, царица. А на букву Z тут интересно что-нибудь есть. Зарница. Вот так. А вот какая зарница? Интересно. Давайте посмотрим. Мирная, могучая... Могучая зарница. Нет, давайте, наверное, дерзкая. Какая-нибудь дерзкая у нас есть? Да, дерзкая зарница. Вот это подходит. Итак, взрослая кобыла. Дерзкая зарница. Тоже 225 таркоинцев. Аполлуза от Пейнт Хорса по стоимости ничем не отличается. Ну какие же старые модельки. Я прям не могу. Просто посмотрите. Сейчас наш новый персонаж кардинально вообще отличается от этих лошадей. И это стало еще более тяжелым моментом, чем было во времена наших старых персонажей. Или времена спичек, как их многие, оказывается, называли. И характеристики, кстати, тоже у них ничем не отличаются от Аполлузы. Так, а вот тут надо уже подумать. Ну, наверное, я тебя назову... Тут нету неба. Неба у нас нету? Действительно нету. Тогда, может быть, ночной? Ночной непоседа. Вот это мне тоже очень нравится. Симпатичная мордашка с розовой мордочкой и голодыми глазками. И еще очень интересно, что у него есть белая прядочка на челочке. А вся остальная грива и хвост чисто черные. Итак, взрослый жеребец. Ночной непоседа тоже покупаем. На самом деле, прям очень тяжело прощаться с этими лошадьми. И если раньше это было буквально несколько пород, и удаляли их из игры не так часто, как сейчас. Сейчас же у нас лошадей убирают раз в месяц, и это очень быстро и очень грустно. К сожалению, те, кто не могут обеспечить свой кошелек старткоинсов балансом, пополнить его, я сочувствую вам благо. Я вот спасаю их. И будьте уверены, что когда-нибудь, спустя несколько лет, когда, возможно, уже всех уберут полторашных, там первых, и даже, возможно, уже уберут и вторые поколения, мы будем периодически выпускать видео, где будем рассказывать о данных модельках и данных породах. Так, вот такая вот бегая масть. Мне очень нравилась. Я всегда считала, что вот это брат и сестра. Я не знаю почему. У меня всегда было такое вот видение. И это тоже будет жеребец. Шар. Почему шар? Я не хочу, чтобы ты был шар. Ты будешь обед. И давай туман. Возможно, кстати, я его так и называла на нескольких аккаунтах. Так, туманный обед. Ну, туманная, понятное дело. Но, ребята, у нас нету нормальных окончаний и, скажем так, мужского и женского рода в именах. Взрослая. Взрослый жеребец. Туманный обед. Покупаем. Когда-то, кстати, это была моя самая желаемая масть. Среди вот данных моделек, квотеров, аполлус и пейнтхорсов. Отправляем в конюшню. Так. И это, по-моему, у нас осталась последняя масть. Да, последняя масть перед вот этим сереньким. Так, тоже покупаем. Это у нас будет кобыла. Взрослая. Я не знаю, как тебе назвать. Молния. Морточка, мороз. Хочется как-то нежно. Надежда. Давайте. Молочная надежда. Я не знаю, просто она у меня очень сильно ассоциируется с какой-то шоколадкой или печенькой, в которой вот такой, знаете, немножечко бежевая, как будто молочная начинка и шоколадной крошечки. Не знаю, вот такая вот у меня ассоциация. Взрослая кобыла. Молочная надежда. Последняя лошадь, которую нужно спасти из данных двух пород. 205 старкоинцев. Покупаем. Все. Я купила эти породы на, по-моему, два, кажется, аккаунта. Ну, практически все. На девочку-индейца, на основной несколько мастей купила, по-моему, три лошади в общей сумме. Ну и, конечно же, Даша Панихом спасает всех. Так, чтобы не потеряться, мы всегда проверяем, все ли масти мы купили, чтобы потом случайно не обнаружить, что у нас не хватает какой-то лошади и жалеть об этом. Да, все, мы всех купили. Лошади спасены. Сейчас мы отправимся в конюшню посмотреть, как же они устроились, как у них дела. Но прежде, как всегда, теперь, после каждой покупки, мы сверяем, кто же остался у нас в продаже на рынке лошади. У нас тут пока что все еще остались вторые поколения. Мы их не смотрим. Так, все-таки я надеюсь, что они будут стоять здесь очень-очень долго. Я вообще надеюсь, что их вообще не будут убирать. Поэтому мы переходим на вторую страницу. Из первых поколений у нас остался спортивный фриз, фриз, андалуз, юрликский пони, араб. Это на второй странице. Так, и на третьей странице, я помню, там еще были лошади. Они, правда, уже везде дублируются. Ммм, да. И у нас здесь еще осталась английская чистокровная. Представляете, как мало лошадей. По-моему, шесть пород. Ну, да. И все. И это все лошади, которые у нас остались. Я даже вот не верю, что их уже так мало, что вскоре количество страниц сократится до одной страницы рынка Фердинанда. Это, я чувствую, будет уже совсем скоро. Ну ладно, давайте не будем грустить. Пойдем посмотрим, как там наши лошадки. И, ребята, прежде чем мы отправимся все-таки в конюшню, я забыла. Я забыла сделать самую важную вещь. Наконец-то, пополнив свой счет во имя спасения старых лошадей, я могу позволить себе сделать расширение конюшни, чтобы, если приглашать гостей на просмотр... Так, это не то немножечко. Приглашать гостей в конюшню для того, чтобы посмотреть и познакомиться со старыми лошадками и, возможно, вспомнить, как они выглядели. Я сделаю полное расширение конюшни. Их всего, по-моему, 2 или 3. Вот, так что давайте мы их все покупаем. Стоят они по 250 старкоинцев. Это много. И я считаю, что это того стоит. Раньше я не могла себе позволить на данном аккаунте, потому что очень мало можно было себе закупиться валютой. Сейчас же у меня появилась возможность, поэтому да, мы расширяемся. Лошадей много, всех нужно будет показывать. Так, вот последнее, кажется, расширение. И все. И после этого мы как раз и отправляемся в конюшню. Итак, вот мы и прибыли на нашу конюшню. Можно, кстати, теперь покупать еще уход. Но я думаю, это сделать чуть попозже. И вот они, наши лошадки. Всех, кого мы спасли сегодня. Здесь они будут уже отдыхать. Скажем так, на пенсии. Свой возраст. У кого-то это старость. Но не важно. Главное, что теперь им здесь хорошо. Их будут кормить, чистить. У них будет теплое место. Свой денник и уют. Это намного лучше, я считаю, чем стоять постоянно на рынке Фердинанда. Ну, а потом отправиться в неизведанные далекие края или страны. Вот они все. Красавцы и красавицы данных пород. Так, я немножечко перепутала. Прошу прощения. Тут немножко другая лошадь должна стоять. Они просто очень рядом были. И рыженькие обе. Вот все. Да, детская зорница. И вот две Аполлуза здесь тоже на этой стороне стоят. С еще одним Пейнт Хорсом. Так что все у них хорошо. Они теперь отдыхают. Не знают ни грусти, ни печали, ни холода, ни голода. Все у них будет. Да, так что. Вот такие вот дела. Надеюсь, вы очень рады, что данные лошадки наконец-то нашли себе уют. Приют, наверное, постоянное убежище. Где вы с ними сможете потом пообщаться и познакомиться уже после их удаления. Ну, а на этом все. Видео подошло к концу. И мы с лошадками старыми поколениями, американскими Пейнт Хорсами и Аполлузами с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Боже, как летит время. Я до сих пор не верю, что столько лошадей уже удалили и сколько еще удалят. Субтитры подогнал «Симон»!